друзья всем привет вы на канале шкаленков travel я хочу рассказать вам о своей новой покупке это кофе-машина итальянского бренда lilith моделька anna итак давайте расскажу коротко почему собственно данная машина оказалась у меня на кухне если вы смотрели мои видео вы наверняка заметили что я люблю выпить кофе выпить хорошего кофе и как правило дома я готовил кофе в турке у меня до этого была хорошая турка покупали мы хороший кофе в основном покупали из ямайки также последнее время мы начали использовать кофе из азбуки вкуса хороший хороший добротный кофе но это можно сказать один из самых бюджетных вариантов эспрессо по итальянски кофейные смесь зернах ручной обжарки в целом неплохой кофе я его рекомендую но также у азбуки есть более интересные варианты бразильский кофе и прочее то есть вы можете посмотреть ознакомиться но как бы не в этом суд в общем варил я в кофеварке использовал такую измельчительную машинку bosch скорее на даже не для того чтобы умельчить кофе сделано просто для того чтобы измельчать крупу но для кофе для турки в принципе она делала неплохой помол да он не такой выходил стабильный каждый раз кофе получалось по-разному но тем не менее меня как бы это все устраивало вот и супруга такая говорит дим ну давай мы кофе любим давай подберем какую-нибудь хорошую машинку давно хотели ну и в общем мы начали изучать вопрос кофе машин и пришли посмотрели там несколько видео пришли к тому что все-таки мы хотим наверное взять такую более полупрофессиональную машинку для того чтобы она делала хороший кофе вот собственно мы ее приобрели и я вам скажу так первое время у нас вообще никакого кофе хорошего не получалось куча нюансов куча моментов разных в общем давайте сейчас я подробно вам расскажу про эту машинку а вы для себя уже сами сделаете вывод стоит ли вам тратить такие деньги помимо самой кофе машины мы приобрели вот такой темпер итальянский от компании moto весит он 250 грамм я взвешивал он уже для того чтобы трамбовывать кофе в рожке вот и вот такой профессиональный питчер тоже итальянский на 350 миллилитров также от компании moto давайте поговорю расскажу вам о стоимости машинки сама кофе машина стоит 41 тысяч рублей это по той цене мы взяли вот эти все фишки там стоят в районе ну там 3000 примерно обойдутся пока мы ждем когда прогреется машина я вам расскажу как ей пользоваться на самом деле здесь не так много функций но тем не менее нужно соблюдать некую последовательность для того чтобы приготовить кофе и собственно не запороть саму машину данная данный переключатель нужен для того чтобы подать горячую воду и пар вот этот режим кофе самый нижний вот этот переключатель нужен для того чтобы собственно осуществить подачу кофе через вот эту часть собственно в рожок синяя лампочка у нас показывает то что вода подогрелась и в принципе уже можно начинать готовить кофе но я рекомендую не приступать сразу приготовки кофе а приготовить молоко для капучино да мы сейчас с вами будем взбивать капучино и поверьте это не такая простая задача как казалось бы несмотря на то что здесь установлен но относительно профессиональный прибор для того чтобы он взбивал капучино тем не менее надо приноровиться и все сделать правильно и так мы видим что кофемашина готова мы можем приступить к тому чтобы сделать пену из молока молоко мы будем использовать обычная пармалат 35 собственно из него у меня лучше всего наверно получается сделать кофе наливаем молоко я налью немножко примерно вот такую часть давайте даже немножко подбавлю вот так вот чтобы получше у нас света выглядело молоко у нас холодная питчер у нас тоже прохладный и прежде чем начать взбивать молоко нам нужно сначала выпустить пар спустить воду а дальше мы приступаем к взбиванию молока создаем такое некое завихрение сначала у нас молоко взбивается а дальше мы его будем прогревать придерживаем рукой смотрим за температурой так вот мы взбили молоко но она у нас получилось слишком пузырчатая такого не должно быть слишком много воздуха сейчас мы его немножко стряхнем обязательно протираем от остатков молока и и спускаем пар для того чтобы спустить пар мы нажимаем на середину включаем регулировку и ждем пока пойдет вода все выключаем закрываем и вот эту часть опускаем вниз в режим кофе это нужно для того чтобы вода в кофемашине начала нормально рецептурировать и мы сбрасываем давление собственно пена у нас готова давайте приступим самому кофе и так вот мы помололи кофе помол как вы видите у нас практически в пыль такой вот он получается для турки прессуем его темперам и вставляем в рожок плотненько его затягиваем подставляем чашечку кофе проверяем что синий индикатор у нас горит значит температура нужного режима выходит здесь 95 градусов по умолчанию ну и собственно включаем подачу кофе хочу отметить что при правильный при правильном помоле регулятор давление должен у вас находиться с 8 до 12 бар вот в данном случае он у нас расположен абсолютно правильно давление нужное но за счет того что помол слишком мелкий кофе выходит у нас немножко медленно помимо самой машинки мне пришлось заказать еще и кофемолку кофемолка придет к нам чуть позже стоимость ее кстати сопоставимо примерно с машинкой она стоит в районе там 35 тысяч модельку я вам сейчас чуть позже расскажу отдельно про нее сниму обзор потому что использовать вот такую данную дорогую кофемашину без хорошей кофемолки но это собственно говоря деньги на ветер смотрите какое красивое эспрессо у нас получилось давайте добавим немножко молочка вот собственно вот такой приятный капучино у нас с вами получился итак друзья если подвести итог я хочу сказать что данная машинка лилит является хорошим вариантом в выборе примерно до 60 тысяч рублей беря ее вы точно не разочаруетесь но готовы ли вы потратить условно говоря тысячу долларов для того чтобы дома готовить кофе по сути если мы проведем параллели просто финансово посчитаем сколько чашек кофе вы можете приобрести в любой кофейне за там 70 тысяч рублей по сути вы можете абонемент купить в любую кофейню на ближайшие там два-три года другое дело что это вещь покупается исключительно для того чтобы дарить вам наслаждение когда вы находитесь дома для любителей фанатов кофе наверное это будет отличным вариантом доволен ли я да я доволен но честно я не был готов к дополнительным затратам виде кофе молки которую мы заказали заказали мы модель эврика моделька у нас называется миньон перфекта 50 стоимость данной модели 33 тысячи 500 рублей вот они я сниму дополнительный обзор и собственно посмотрим как она молит и как она работает с кофемашиной лилит анна собственно все этим видео я хотел с вами поделиться оставляйте комментарии пишите готовы ли вы потратить такие деньги для того чтобы пить по утрам хороший кофе либо же у вас есть какие-то другие кофемашины которыми вы пользуетесь и которые вас полностью устраивают либо же вы варите как в турке как это делал я ранее в общем жду ваших комментариев под этим видео и ребята профессионалы бариста прошу меня не сильно ругать машинка это пользуюсь второй день собственно говоря вот у меня буквально только сегодня научилась получилось взбить молоко до этого я и молоко взбить не мог вот так что со временем рука под набьется естественно будет выходить продукт более качественный данная машинка это вполне позволяет сделать как готовить капучино я примерно представляю здесь просто надо набивать руку и собственно говоря следить за результатом все всем пока до новых встреч